Дед Мороз был навязан Советским Союзом. Надо срочно включить Украину, Европейский Союз. Они будут напирать на террористическую деятельность, то есть убийство тех или иных публичных людей в России. Это, к сожалению, не новость. Диверсии, вроде той, которая была произведена на Обаме, масштабная. Привет, друзья, я Григорий Герман. Ну что, икру купили, ёлку поставили, дождик развесили. К встрече Нового Года готовы? Праздничную скатерть постирали в стиральном порошке с ароматом хвои и мандаринов. Ладно, последнее не обязательно. А вот кредит на яйца к новогоднему столу оформили. Ладно вам, ну что вы накуксились сразу, оскалились. Не надо, лучше привыкайте, что вам эти яйца еще минимум полгода будут вспоминать, сверхдержава с очередями за яйцами. Ну это же реально смешно, а? Будут вспоминать и будут ёрничать, пока у вас что-то еще не пропадет. А оно ж пропадет обязательно, причем самое неожиданное, в самый неподходящий момент. Так всегда было в совке, ребят, дефицит. Кстати, мне тут птичка напела, что скоро селедка подорожает. Так что о шубе лучше прямо сейчас подумать. Да, подорожает селедка. В стране, которая окружена морями, как Ивлеева доносами на голую вечеринку. Так что сейчас досмотрите это видео и цигель-цигель в магазин за селедкой. Но только после просмотра этого видео, потому что в этом топе лучших пропагандонских перлов мы с вами займемся жизненно важным для новогодней ночи делом. Ведь что такое новогодняя ночь в России? Это стол. А что такое стол в России? Это тосты. Вы же не буржуи какие-то, чтобы пить без тостов. И традиционный набор типа «Чтобы нас все было и нам за это ничего не было» уже не канает. Слава богу, что есть российские пропагандисты, которые дают нам маяки. А иногда нужны даже готовые формулировки, которые украсят новогодний квас, джаз и кирогаз правильными с идеологической точки зрения нотками. Так, чтобы никакой зловредный сосед не смог написать на вас донос 1 января, смотрите и записывайте. Тост про молот, тост про планы, юмористический тост про Деда Мороза и Снегурочку, тост от Путина и тост от Рудольфовича. Мысленно поднимать бокалы и объяснять, в чем соль мы будем вместе с Игорем Рейтеровичем. А все это вместе – лучшая пропагандистская пятерка! Поехали! Начать я предлагаю... Да, начать я предлагаю с жизнеутверждающего, что особенно важно в непростые для Раисюшки времена. Это тост от Сергея Лузянина, чей литературный талант уже был отмечен как минимум один раз в нашем топе. Судя по всему, Лузянину понравилось, и Скобееву тоже понравилось, короче, всем понравилось, поэтому как истинный востоковед он снова включил Амара Хаяма и выдал на гора по-восточному образный тост. Заметьте, я не сказал умный, как любой подобострастный восточный словесный изыск, тост Лузянина образен, как тысяча и одна ночь. Он сладок, как рахат лукум, и подобострастен, как титул восточного тирана. Да славятся годы его! Да будут враги его повержены, как сухой саксаул, сметаемый песчаной бурей. Да будет жизнь его прекрасна, как прохладный водоем среди цветущего оазиса. Да будет небо над ним чистым, как глаза ребенка, не познавшего бед и страданий. Ну и так далее, на две страницы убористым почерком. Правда, Лузянин говорил о России, а тут, как вы понимаете, в нынешних обстоятельствах ни о чистом небе, ни об оазисе речь не идет. Поэтому у Лузянина огонь, искры, молоты и прочая лабуда в стиле Павки-Корчагина. Немного тяжеловесно и излишне индустриально, но очень в ногу с последними заветами партии, правительства и Путина, великого падишаха Москва-бада, шаха и надира российского. Да будут решения его мудры, как все нобелевские лауреаты вместе взятые. Да будут приказы его исполняться быстро, как быстро молодая лань. Да будет воля его крепка, как молот Пригожина. Ой. Если вот это мы все суммируем, понимаете, вот эту всю пеструю, очень сложную, противоречивую, конфликтную, трагическую, уходящую картину 23-го года, мы видим, что главным, конечно, основным сюжетом и в встречах президента во всех этих сериях, его прямых эфиров, встреча «Единой России» и других, мы видим, что главным, конечно, это образ огромного российского молота, который через искры, через пламя СВО фактически выковывает очищенную от западного бесовства независимую, сильную и фактически новую Россию. Красиво. И тут, реально, не поспоришь, красиво. Очень хочется узнать имя дилера. А так, просто, на всякий случай. Но мне не нравится вот эта вот аллегория. Молот, который выбивает все бесовское. Как-то яйца, как-то рыбу где-то там уже пропало. Вот все бесовское, все ненужное. Да у них вообще какая-то странная зацикленность на фаллических символах. То есть это же обязательно молот с длинной рукояткой, еще какие-то вещи. Да, да, да. Какой-то тяга к БДСМ, то есть что-то такое. Они, с одной стороны, рассказывают, что они с этим борются, но с другой стороны, судя по видео и по фото вечеринкам, которые на России проводятся, у них как раз с этим все нормально. То есть это очень такая интересная история. А тост, он больше характерен, наверное, не для какого-то празднества. Мне он больше сначала, вот начало особенно, на поминки похожи было. Когда вот пытаются что-то такое сказать. Поэтому это стандартная история на России, когда они делают в соответствии с заветами великих каких-то театралов хорошую видину при плохой игре. Надо же что-то найти, чем как бы похвалиться. Хвалиться нечем. Соответственно, мы расскажем, что здесь куется новая Россия. Помнится, один человек, звали которого Адольф, а фамилия у него была Гитлер, тоже выковывал очень так новую Германию и говорил, вы мне дайте там несколько, 10 лет, и вы не узнаете новую Германию. Ну, в 45-м году ее действительно очень сложно было узнать на руинах, того, чего от Германии осталось. И мне кажется, российские пропагандисты особо не парятся. И они просто используют те лекала, которые были у Геббельса. И поскольку похвалиться победами нечем, они рассказывают о том, что это подготовка. Это как закалялась сталь. Да, да, да. Это такой советский роман. И вот в этом плане они пытаются рассказать, что мы создаем здесь как бы новую Россию, я так понимаю, путем естественного отбора. То есть какая-то часть просто уничтожается на фронте, какая-то часть спивается, там, я не знаю, снаркоманивается и просто там выходит в окна, ну, потому что у них какие-то там, соответственно, галюны. Какая-то часть просто умирает в холодных квартирах без какого-либо ухода, без какой-либо поддержки, поскольку социальным службам на это все плевать, у них на это нет просто времени. А вот новая Россия, наверное, у них олицетворяется с вот этим, не знаю, певцом-шаманом. Я просто видел недавно видео, где этот чувак реально зиговал на... Причем не останавливаясь. С повязкой, значит, красной на руке зиговал на концерте. Ну вот, если они хотят выковать такую новую Россию, ну, господи, флахим в руки и паровоз навстречу. Скайку ю. Я уже неделю жду от шамана какой-то новогодней песенки для того, чтобы вся Россия еще и зиговала под елочкой. Знаешь, вот это вот в новогоднюю ночь. Но тут у меня есть еще один вопрос. Это вопрос к россиянам. А скажите, бесценные вы наши жители Российской Федерации, вы когда Путина выбирали последний раз и когда вы голосовали за Единую Россию, а вот вы подозревали, что частью социального договора, который вы подписываете с властью, там вроде бы было, насколько я помню, прописано, что власть вам обеспечивает стабильность, власть вам обеспечивает зарплаты, власть вам обеспечивает какой-то уровень благосостояния, и за это вы не лезете в дела власти. Так вот, как в этот список влазит кувалда, которые вас будут шарашить по голове, выковывая из вас некую новую, совершенно непонятную Россию? Это входило в список того договора, который вы с Путиным подписывали? Знаешь, есть такая прекрасная фотография, по-моему, начала 20 века, где стоит такая медсестра, и она держит в руках молот. Это реальный анестезиолог. То есть вот раньше использовали... Я думаю, что просто молот в понимании российской власти на сегодняшний день это медицинская услуга. Ну, то есть надо шандарахнуть так, чтобы как бы... Или сразу врач сказал в Борг, может, реаниматься? Борг, значит, в Борг. Или как бы просто отбить мозги, чтобы ты не обращал внимания на то, что те социальные гарантии, которые были обещаны, они не выполняются. Поэтому нормальная аналогия, и я думаю, что ее будет все больше и больше. То, что это связано еще с тем же Вагнером, про это как бы уже все забыли. Да, да, мне тоже. И для многих людей это абсолютно на России нормальная ситуация, когда молот становится каким-то символом чего-то. Слушайте, они туда же переплюнули Советский Союз. В Советском Союзе молот это был символ труда. У них как бы молот это символ... Казни. Убийства, по сути, пыток. Причем не судебный. То есть власть говорит, что у нас нет уже монополии на насильство, и каждый может делать то, что он считает нужным. Ну и будут выковывать таким образом новую нацию. Я же еще раз говорю, флаги, бруки, бронепоезд на встречу и вечная память. Так, дальше. Дальше на четвертом месте нашего топа пропагандонских тостов за новогодним столом. Тост о планах. И вот тут, внимание, нововведение. Конечно, мы привыкли за новогодним столом говорить о наших планах. Личных, желание записывать на бумажках, потом сжигать бумажку, кидать в шампанское, потом пить. И все это, пока Путин кашляет 12 раз. Че, было, да? Ну, было же, да. Ну так вот, это теперь в прошлом. Поскольку российские пропагандоны вместе с российской властью плевать хотели на планы и проблемы простых россиян. Ничего неожиданного. А какая тема занимает основное место в российских пропагандонских сценариях? Ну, конечно же, Украина. Вот уже лет 10 как. В соответствии с этим, а также из-за необходимости до марта месяца усилить тему, что там у хохлов, дабы устлать дорожку, по которой Путин снова пройдет к своему трону мягким лебежьим пухом, а не терниями российских проблем, связывать со всем этим, планы и желания должны быть связаны с Украиной. Давайте. Создавайте вместе с пропагандонами энергетический эгрегор пожеланий и влажных фантазий. А чтобы ничего не перепутать, вот вам методичка. От Олевича. Если Украина будет предпринимать какие-либо контрнаступательные действия в следующем году, скорее всего, это будет без широкого анонсирования, и это не будет что-то очень масштабное. Это может быть захват каких-то очень ограниченных территорий, а потом, если у них что-то из этого получится, тогда они заявят, что вот это их большой успех. Но все-таки российская армия сейчас и российская армия образца осени прошлого года, когда у них там что-то получилось, это две и по оснащению, и по мышлению две очень важные. Хорошо, мы будем надеяться. А вторая часть, это действительно, как здесь было сказано, они будут напирать на террористическую деятельность, то есть убийство тех или иных публичных людей в России, диверсии вроде той, которая была произведена на Обаме масштабная, и вылазки в приграничные территории. Вот это будет, к сожалению. Так, Александр. Вообще, на самом деле, очень прикольно. Мне всегда очень радует, когда они говорят о себе, да, то есть вот все, что они говорят, ты просто меняешь Украину на Россию и получаешь абсолютно четкую картинку того, что происходит на самом деле. Того, что происходит в Авдеевке, например, сейчас, да, когда они захватывают куст, да, или там захватили пол села, и после этого начинают радостно кричать, что в этом заключалась цель всей этой операции, да, когда они говорят, что армия это далеко не то, что было там хотя бы год назад и так далее, и тому подобное, и паратористические акты тоже. Ну, это же такое двоемыслие, то есть они понимают, что правду они сказать не могут. Возможно, кому-то где-то подспудно хочется, или они просто настолько уже устали врать, что иногда это правда прорывается. Но они научились очень оперативно менять действительно Украина на Россию, россияне там на украинцы, и в принципе у них получается вот такой вот формат. И они рассказывают о каких-то там планах на 2024 год, но, конечно, сравнение российской армии сейчас и тогда, это просто явность повинной, потому что они, с одной стороны, признают, что она, во-первых, была утилизирована, ну, и причем неоднократно получается. Хотя на тот момент она была второй армией в мире. Считалась, по крайней мере, в соответствии с какими-то там рейтингами, которые регулярно складывались с различными международными организациями. А сейчас, ну, эта армия держится просто за счет вала людей, которые туда набирают, которые сидят уже полгода фактически в глухой обороне, а как у них все получается там проводить какие-то наступательные действия, ну, мы это прекрасно видим на примере Бахмута или, например, той же Адеи. Когда просто они могут сравнять какой-то там небольшой город с леса земли, это они могут сделать, стереть его. Но при этом потом откнуть там свой флаг на эти руины и сказать, что мы это захватили. То, что на это уходит там месяц операций и десятки, десятки беджин. Ну, это потому что мало кого волнует. То есть для них это, видимо, нормальная, абсолютная история. Почему? Возвращаемся к началу. Ну, что Кувалда. Кувалда всем объяснит, значит, что надо комментировать и как правильно комментировать. Кроме того, все эти комментаторы, ну, они же как бы люди на зарплате, им надо эту краюку хлеба отрабатывать, поэтому вот рассказывают какие-то одухотворяющие прогнозы там на 2024 год. Но что самое интересное, про действия российской армии в 2024 году и какие-то прогнозы они не делают. Или делают очень-очень осторожно. Есть агрессивные обстоятельства. Или наоборот, кидаются вообще в полную абсолютную шизофрению на уровне того, что мы в 2024 году, ну, так как Рамзан Лохматыч, да, что мы выйдем ко Львову в 2024 году, прямо летом мы будем уже под стенами Львова. Или вот туда вот, то есть совсем какая-то шизофрение. Ну, или как нам Прилепин говорил, после парада в Киеве нам никто не скажет. Да, слово, что мы поделаем на евразийском пространстве. То есть какие страны они еще будут захватывать. Чувак, ты научись ходить для начала, как бы вообще нормально передвигаться, а потом будешь мечтать о каком-то там параде в Киеве. И отработай полгода, будучи доверенным лицом Путина. Тоже еще такая себе работа. Поесть по городам и весям. Рассказывай, как мы здесь прекрасно живем. Он просто когда-то в одном интервью говорил такую фразу, что там я и моя семья живем гораздо лучше, чем среднестатистические там французы или какие-то там французы. Да, 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 да. Я как бы смотрел, то есть мы живем кучу. У нас все лучше, все вкуснее и так далее. Но как бы на уточняющие вопросы журналиста сделал вид, что он их не услышал. Да, потому что очень сложно было тогда прокомментировать, касается ли это всех россиян или конкретно Захара Блепина, который тупо мародерил на вне и там подписывал какие-то книжечки, которые расходились большими тиражами просто потому, что он очень качественно и, видимо, очень глубоко делал определенные операции с лицом и не только лицом российской власти. Да. Блепин, да, Блепин на самом деле смешной. Ну а по поводу того, что российская армия сейчас выглядит совершенно по-другому, чем осенью прошлого года, тут я действительно могу согласиться, потому что я общался недавно с одним из лучших украинских военных экспертов Александром Коваленко, да, и он посчитал, что сейчас не комплект, например, боевой бронированной техники в российской армии, он более 50%, да, где-то чуть лучше, где-то чуть хуже, но в среднем более 50%. Это опять же-таки к нашим россиянам, которые будут поднимать тост за ВПК. Так вот, ребята, все ваше ВПК сейчас работает исключительно на то, чтобы хотя бы частично компенсировать те потери, которые сейчас несет российская армия, в том числе и боевой бронированной техники. Поэтому тут действительно армия абсолютно другая, чем та, которая была год назад. Пришло время третьего места в нашем топе пропагандистка новогодних тостов. И тут у нас тост с юмором. А так как традиционный юмор приходит за стол после пятой, то есть когда приличие и ум падают ниже плинтуса под весом употребленного этилгидрата, тут наша путеводная звезда Олюшка Скобеева, которой, чтобы сочинить что-то такое юморное, даже пить не надо. У нее и так без допинга. Англичанки идут в проститутки, чтобы оплатить коммуналку. Немцы тырят елки на базарах, чтобы передать еще танка в Украине. А в самой Украине дети в школах учат слова педофил и проститутка по объявлениям на стенах. Да-да, именно так. И не просто так, а со смыслом. Ведь если верить Олюшке, традиционная предновогодняя картина в Украине выглядит так. Дети под чутким руководством педагогов с криками педофил и проститутка выводят из школы людей в костюмах Деда Мороза и Снегурочки и передают их в руки бандеровского эльфийского патруля, который тут же начинает выписывать бородатому абьюзеру и его неприкаянной внученьке штраф на 20 тысяч гривен. Это приблизительно 500 долларов. Поэтому в целях сохранения неприкосновенности вашего банковского счета поднимаем в новогоднюю ночь тост за святого Николая. А то придут украинские хакеры и укусят за бачок вашу кредитку. История максимально правдоподобная. Смотрите сами. Сначала скандальные кадры. Ждем подтверждения. На Украине таки объявили охоту на Деда Мороза и Снегурочку. В школах развесили вот такие вот памятки. Дед Мороза в них называют злым духом и педофилом, а Снегурочку малолетней проституткой. При этом сообщают, что Дед Мороз был навязан Советским Союзом. Аниматоров предупреждают. Приходить на праздник в его костюме строго запрещено. Штраф в 20 тысяч гривен или вызов полиции. Вместо Деда Мороза советуют наряжаться святого Николая, который должен носить резую корону, или хотя бы Санта-Клауса. В общем, сумасшедшая русофобия. Я не очень понимаю, какое отношение Снегурочка и Дед Мороз имеют к сумасшедшей русофобии, но это такое. Это самое прямое. Ты что, отказ от Деда Мороза и от Снегурочки это чистейшая вода русофобия? Ты вспомни, самое русофобское государство в истории. Знаешь, какое было? Это Российская империя. Там был Святой Николай, там не было никакого Деда Мороза. Да, Святой Николай ходил. Вот именно вот такой вот в короне, в церковном одеянии самое русофобское государство было. Российское империя. Раздавал подарки, да, но они про это, конечно, не вспомнят. А вот эти ее фантазии про Снегурочку, я думаю, у нее просто какой-то незакрытый у Скобеева и Гештальта. Она, наверное, когда хотела быть Снегурочкой, но ее реально попутали с дамой по вызову для ролевых каких-то игр, и она, значит, это, соответственно, сейчас активно рассказывает в прямых эфирах про какие-то штрафы и еще про какие-то там вещи. Ну, это на самом деле очень показательная история. Когда они уже не знают, к чему просто вцепиться, они начинают придумывать какую-то абсолютную дичь. При этом, кстати, я видел буквально сегодня утром замечательное видео про российского Деда Мороза, который лез, значит, где-то на этаже 20-м. Он пытался, значит, с одного балкона спуститься на другой. Соответственно, у него это не получилось. И он упал вниз, но, что характерно, это все снимали на камеру, стоящие какие-то люди на улице, и этот полет сопровождался невиданным весельем. То есть, это люди не кричали там, ой, что происходит, ужас, человек разлился. Они реально кричали, да, молодец, давай, отлично, ну, он же как бы Дедушка Мороз, ну, что с ним там случится, да? Поэтому в этом плане, ну, можно, кстати, еще, мне кажется, россияне просто бесятся от того, что у нас нормальные абсолютно европейские традиции, которые дети прекрасно воспринимают, которые детям нравятся, потому что это, ну, действительно, вот интересно, без этой какой-то казенщины, я еще помню просто своего советского детства, конечно, там, в садике, елочка гори, раз, два, три, позовем Деда Мороза, он врывается какой-то, не всегда, кстати, трезвый Дед Мороз, это очень важно уточнение, и хорошо, что он не трезвый, потому что трезвый, это, как правило, было скучно, если он был, как бы, хоть немножко не трезвый, это было еще, как бы, нормально, а потом, снегурочка, заледеневшая до состояния со стульки, потому что она стаскается везде за Дедом Морозом, что-то там пыталась рассказывать и, как бы, показывать, поэтому, ну, у каждой страны свои традиции, ну, к сожалению, к нашему счастью, у нас свои, а, к сожалению, россиян, у них вот такие совковые, кандовые, от которых они, потому что нескрепненько, несмотря на то, что вот вообще к скрепам истинным это никакого отношения не имеет, имеется в виду Дед Мороз, но вообще, в принципе, представить себе любому россиянину, что у нас в школах в средних висит объявление, в котором используются слова педофил и проститута, я тоже, вот, и верю, верю, вот теперь верю, да, истинное, истинное сообщение. Ну, единственное, мне все-таки кажется, что мы можем увидеть такие объявления, которые вешают сами дети, только там педофил это Путин, вот такие подписанные, а проститутка, ну, или Скобеева, или Симоньян, я не знаю, вот это, вот в это я могу поверить, потому что у нас дети в этом плане креативные, и они прекрасно знают, кто на кого напал, кто что делает, и отношения в них соответствующие. Но, конечно, да, представить, что администрация школы вывешивает вот именно по Деду Морозу и Снегурочку, такое объявление, это очень, это очень храбрая, наверное, администрация, которая... Хотя, в принципе, знаешь, учитывая, что мы видели с тобой видео неоднократно, да, где там, типа, учительница бьет родителей прямо при детях или дети, помнишь, была история, били, вот, тягали за волосье учительницу какой-то из российских школ, какая там, в принципе, у них атмосферка, то я по большому счету не исключаю того, что для какой-то российской школы и для российских родителей это абсолютно нормально, если там администрация будет вывешивать какие-то вот подобные, какие-то подобные объявления с подобными словесами, но для Украины это абсолютно и сто процентов неприемлемо. Ну, слепили на коленках что-то там с ПДФ или с фотофаками и рассказывают про какие-то бредовые истории. У нас про Деда Мороза просто уже лет, ну, минимум, десять, наверное, не говорят вообще в таком формате, как это там принято на России. Они вспомнили о нем только сейчас. Ну, видимо, перенос праздников очень сильно их как бы напрягает и колбасит. Да, ну, вот я помню, что на самом деле я своим минимум уже девять лет, они не знают, что это такое Дед Мороз, к ним приходит Санта Клаус, к ним приходит Святой Николай и к ним приходят родители с подарками в новогоднюю ночь, да, что, то есть, Деда Мороза уже девять лет, по крайней мере, в моей семье, нету их по мини. И я помню, что какое-то время еще вот они из школы приносили девять лет назад вот там, типа, имя и словосочетания Дед Мороз, а за последние пять лет даже из школы они этого не приносят. Нету, но на России своя реальность и, соответственно, все с задержкой и в развитии и, в принципе, в комментировании каких-то там событий. На втором месте в нашем рейтинге наиважнейших новогодних тостов сезона 23-24 тост о главном. И сначала вот может показаться, что это тост о суверенитете государства российского, но это не так. На самом деле это это тост предупреждения, тост реквием, о главном продукте всей советской эпохи, той самой эпохи, к которой так хочет вернуться и сам Путин, и в которую он стремится погрузить всю Россию вместе с собой. И хотя нынешнее поколение россиян уже привыкли к постоянному присутствию колбасы в магазинах и воспринимают это как данность, как, не знаю, наличие неба над головой, там, солнца под ногами, аксакалы могут напомнить, что так было не всегда. И насколько сакральным было слово колбаса для советского гражданина, особенно копченая, нынешний россиянин не представляет себе, как это ехать за колбасой на поезде, потому что в Москве она есть, а в Горьком, Нижний Новгород, ее нет. И как целые составы имели характерный запах, потому что все, кто в них из Москвы ехали, везли ее желанную, вожделенную московскую. Ну а реквием это потому, что когда глава государства противопоставляет колбасу суверенитету, обычно она пропадает. Сначала колбаса, а потом и суверенитет. Аксакалы не дадут соврать. Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом. Мы должны помнить и никогда не забывать и детям нашим наказать. Россия или будет суверенной, самодостаточной, суверенной державой, или ее вообще не будет. Это очень важная вещь, которая всегда должна быть у нас в голове и в сердце. Ну, засказано. Мне кажется, что надо было точку ставить после фразы «Россия не может». Точка. Все. В принципе, этого достаточно. А дальше, касательно колбасы, ну, ему надо было бы, наверное, пообщаться с некоторыми людьми в глубинке, которые эту колбасу в глаза не видели много лет. И вопрос же, как бы, не в суверенитете. Это вообще очень странная история, когда суверенитет связывалась с колбасой. У всех остальных людей в мире суверенитет связывается с несколько другими вещами. Я молчу уже о том, что тот же Путин и его окружение, они вряд ли едят какую-то варенку, которую они купили. Что там у них, пятерочка или какие-нибудь магазины есть, да? Ну, то есть там же явно какой-нибудь хамончик, причем такой, вот выдержанный, там, с Астурии, там, или еще куда-то, и другие деликатесы, которым россиянам как бы никогда и не снились. Но они же почему-то, когда это едят, они же суверенитетом, получается, не торгуют, а вот остальные, значит, за аси, да? Колбасу не ешьте и суверенитетом не торгуют. Да, и как показывает опыт людей, которые стояли в очередях последние несколько месяцев за самым необходимым. За яйцами. Да, за колбасу Россия суверенитет продавать не будет, а за яйца уже на самом деле можно и подумать, можно и поторговаться. И это мы еще не говорили про стратегический продукт, название которому водка. Да. Вот здесь вообще как бы есть нюансы, потому что может все начаться очень плохо, если начнутся перебои с стратегическим запасом. Да, тем более, что мы же на самом деле не знаем, за что может продать свой суверенитет Россия Китаю. Что там Китай может производить? За пельмешки. За пельмешки, да, за вантончики, за пельмешки тоже на самом деле вопрос не вопрос. Просто россияне считают пельмени своим национальным блюдом, но это же блюдо китайское. Китайское. Все в мире прекрасно знают, откуда оно происходит. Поэтому за пельмешки легко, они это думают, и не только суверенитет продать, а сделать много других различных вещей. Да, и зафиналивая вот эту тему с колбасой, ребята, россияне, я понимаю, что ваш внутренний вот этот вот рептильный совок, который у вас сидит в глубине, да, и вот он все равно подсказывает, да, на генетическом уровне, как оно было в Советском Союзе. Так вот, он вас не обманывает. Если Путин, если высшее руководство страны заговорило о том, что суверенитет за колбасу никто продавать не будет, это значит, что колбаса скоро пропадет к монахам. И надо подумать, как подороже продать. Вы не ошибаетесь, это и есть. Если вы это слышите, и ваш внутренний голос говорит, ну все, гайки, пошли колбасу покупать, идите и покупайте. Ваш внутренний голос вас в этом случае не обманывает. Яйца, курица, пшеница из твердых сортов и что там у них еще пропадает? Спички, 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 важно спички, очень важно спички. Спички, колбаса и греча. Ребята, будет спичка, колбаса и греча, вы проживете в период благоденствия, который придет сразу после выборов Путина. Ну а на первом месте в нашем топе лучших новогодних тостов от российских пропагандонов тост, залетающий прямо в сердечко. Вот это ведь самые дорогие за столом тосты, когда тостующий умудряется сказать что-то эдакое, что затрагивает каждого сидящего за столом. Прямо вот оглашает самое сокровенное желание. И тут Рудольфович попал в десяточку. Прямо вот вся Украина, от Ялты до Чернигова, от Луганска до Ужгорода, готовы поддержать этот тост поднятием бокалов, поддержать, выпить за сказанное, а потом скрутить и передать в Гаагу. Рудольфович. Соловушка ты наш, рычащий, кикимор ты наш, Останкинский, твои слова, да богу, в уши. Хоть ты и неискренне, хоть ты и со злостью, но это не важно. Важно, что эти слова прозвучали и полетели дальше. Прямо из Останкинской студии, да в мировой информационный Грегор или как там, о, в ноосферу, точно, в ноосферу. Ты себя не сдерживай, дорогой. Ты такие вещи чаще говори. Пусть глубинный российский зритель привыкает к этим словосочетаниям. Украина в ЕС, Украина в НАТО. Глядишь, и на Россиюшке не будет эпидемии Кондратья, когда такое станет реальности. Добивайте. Сейчас главный тот будет. Надо срочно включить Украину, Европейский Союз. Более того... Это приводит сразу к гибели сельского хозяйства какого количества стран, обнищанию какого количества европейцев. Франция в первую очередь. Я поэтому активно поддерживаю эту идею. Ничто не нанесет такого удара по Европейскому Союзу, чем немедленное включение украинцев. Понимаешь, европейцы как-то это понимают. В принципе, и мы не против, я бы так сказал. Чтобы нас как можно быстрее включили в Европейский Союз. Это желание выдать ожидаемое за действительное. Почему? Потому что никакой гибели сельского хозяйства европейских стран не было. Каким боком вообще Франция к этому? Я не сильно понимаю. Это огромный рынок. Каждому на этом рынке найдется место. И в принципе ни одним Европейским Союзом клин сошелся в плане, например, торговли тем, что производит Украина. Чем мы в принципе в предыдущие все года и занимались. Более того, украинский рынок традиционно не направлен на европейский рынок. Если мы берем аграрный рынок, это далеко не основной. У нас другие возможности и мы этими возможностями пользуемся. И будем пользоваться в дальнейшем. Но мне кажется, что это заявление на самом деле очень показательно в каком плане. Это уже признание просто неизбежного. То есть они уже понимают и они действуют по тому принципу, по которому им завещал великий Путин. Ну и их великий Путин. Нравится, не нравится, терпи, моя красавица. То есть как бы расслабься и получай удовольствие. Поэтому они вот расслабились и получают удовольствие от процесса интеграции Украины в Европейский Союз. Хотя когда-то нано-президент Медведев рассказывал, что мы и без виз подпишем и создадим Европейский Союз от Лиссабона до Ростова и вообще это будет прекрасное такое образование мир во всем мире и Россия там будет на лидирующих ролях. А все теперь свелось к Европейскому Союзу от Лиссабона до Луганска. Вот этот вариант нас устраивает. А дальше как бы они будут там себе создавать свое экономическое пространство в качестве какой-то крупной провинции не знаю Китайской Народной Республики. Без колбасы. Да какая колбаса. Будет все как в Северной Корее. У них даже риса не будет потому что в Северной Корее даже до сегодняшнего дня рис считается в принципе элитным блюдом. Будет кукуруза какой-то там горох проса вот это да а колбаса колбаса это только для партийных работников номенклатуры и тех кто как бы служит государству. А все остальные главное чтобы с голоду не умирали и работали с утра до вечера. Но тут есть еще один любопытный чисто политтехнологический момент а это то что смотри как на самом деле синхронно пошла в массы вот эта вот методичка с высказываниями Орбана с высказываниями Фицу и прочих пророссийских чисто абсолютно а политиков которые пришли к власти либо рвутся к власти в европейских странах. Как по мне попахивает методичкой. Ну это не совпадение. Понятно что это как бы скоординировано в какой-то мере где-то они подхватывают тезисы которые они говорят где-то те подхватывают тезисы они на них спекулируют но отрадно только что спекулянтов этих европе на самом деле немного и в ближайшее время сильно много не появится новых поэтому поэтому будут юзать эту методичку только сколько сколько можно и каждый раз при каком-то очередном ударе какой-то очередной оплеуки будут говорить что не на самом деле все под контролем все таки было запланировано как в известном юмористическом сериале как ситуация нормально падает да то есть как бы в этом плане то есть крутой опеке и вот они будут ему следовать я помню как и кровало когда украина получила бизнес это вообще была такая история истерика стояла не знаю года полтора наверх а когда еще украинцы начали постить фоточки с различных стран они стали на выходные реально ездить там посмотреть достопримечательности это превратилось вообще в какую-то массовую истерику ну надо им готовиться в принципе истерить это тоже надо уметь это такая серьезная работа серьезная профессия но я уверен что вот что а это у российских пропагандонов получится ну что вот теперь ребятушки и вы точно готовы к правильному празднованию нового 2024 года кстати россияне если реально хотите вместе с украинцами синхронно и в одну калитку тосты говорить вот реально с последнего можете начинать за Украину в ЕС если что товарищу майору в лицо можете потом соловьевым тыкать а потом тихонько за ВСУ и самое главное за победу Украины потому что только победа Украины приведет к тому что из вашей жизни исчезнут все эти упыри Останкинской Кремлевской Лубянской все а за это по-моему стоит выпить за новогодним столом когда волшебное время и все нормальные желания сбываются Украина побеждает и мобилизованные возвращаются к женам и детям Украина побеждает и граждане штата Идель-Урал татары и русские начинают жить как в Дубае на татарской то нефти и не только они Украина побеждает и россияне перестанут тратить деньги на ракеты и абхазский водопровод и начинают тратить их на школы и свою канализацию когда приходит год молодой а старый уходит прочь дано свершится мечта любой такая уже эта ночь до встречи в новом году и в новом топе лучшая пропагандонская пятерка до встречи